Так, черешня на степновишне. Значит, что случилось? Третий вебинар. До сих пор не проданы я на кошке. То есть не просто черешня, а я специально подчеркну. Если она умудрилась выжать на степновишне, так. А степновишня самая морозостойкая в мире, подчеркиваю, так. Черешня должна была по гену степновишни оказаться в этой же черешне, то есть уже в геноме самом. Это расходится с традиционной медициной, традиционной. Это считается ересью. Но давайте вспоминать. Теперь на нашей стороне, не зная этого, оказался Никитин, молодой ученый, который совершил первый рот науки, и все, что мы до него уже сделали, и даже доказали, вот теперь обосновал теоретически. С тех пор, кстати, тишина. Прозвучала вот эта сенсация. Никитин семь лет в изоляции, не мог поделиться с академиками своим открытием. Я боюсь, что мы его уже задвинули обратно. А вот это вот, то, что здесь есть гены степновишни, в черешне, это остается якобы моим домыслом. Ну, не только моим. Вот. На моей стороне Дени, Мичулин, Латинко, Усенко, Дарвин. Представляете, какой компания попал? Вот. И по-прежнему заказал. Но ни одна кусочка черешнева никого не заинтересовала. Вот в такой стороне живем. Что буду делать через месяц? Они же простутся, они же проклюнутся. Я вам показывал такие десятки фотографий. Но потом все, когда они простутся, только выбрасывать. Так. Ну, как выглядят саженцы? Нигде, никогда, во всей стране ни у кого нет. Это самодельная коробка. Как самодельная? Эти коробки делает абаканская какая-то фабрика. Где он я раздобыл? Ой, кто-то мне звонит по-городскому. Извините, я все-таки отвечу. Бывает, и те, по ходу именно вебинаров, может быть, что-то. Я в железонопроводе. А, они уже вышли, вышли. Так, это такси за моими гостями. Так, теперь, значит, получается так, что он меня переплюнул, Сергей. Я продавал в коробках стандартных, которые по объему примерно три раза меньше этих. Никто не жаловался. Саженцы я растил специально. Я их даже старался не поливать. А Серега виноват. Однолетняя влазит спокойно. А двухлетки? А продать? Если продавать бесплатно нельзя, если продавать себе выток нельзя, часть не удается продать один год, а двухлетний уже надо не только сюда влезть, еще и обрезать надо. Но это мы проходили. Итак, каталог ваших деревьев. Уже спрашивают про... Не про косточки, это ко мне. То, что я раньше говорил. Я давал данные про семена, про диски учебные, про книги. Вот. А здесь я получил вот такое письмо. Я сама прививкой не занимаюсь. Поэтому хочу привести ваш саженцы. Надеюсь, на ответ. С уважением. Я фамилию сократил. Наталья Юрьевна. Вот. Что я сделал. При креплённом каталоге семян есть... Обычно я в таких случаях высылаю каталог. А там есть вот эта информация. О сыне Сергея Железова. Он и жена Татьяна Железова. Звонить именно ей. Специально оглашаю. 8-913-444-31-78. Она принимает заказы. Вот. И я боюсь, что когда вы ей позвоните, она скажет. На О-7. Вот. Сергей был вынужден устроиться. Казахщиком на заводе. Это я к тому говорю, что не такое, что это прибыльное дело. Как хотелось бы. Вот. Ну, прибыльное у кого? Вы знаете, как можно продавать саженцы? У меня саженцы по 200 рублей. А я вам дважды показывал сайты, где саженцы продаются по 20 рублей. Не веточка отрезанная 200 рублей, а саженцы за 20. Вот. Я в таких случаях говорю, купите сразу. Ну, 50 саженцев за 1 тысячу. Ну, что такое тысяча рублей? Ну, две бутылки водки. Сразу купите вот 50. И в костёр. И погляйтесь. И даже на этом костере можете даже шашлык пожарить. Вот эта цена саженцев, в котором 20 рублей штука, 100 рублей есть такие, 200 рублей. Вот. Если бы это, по 500 рублей бы стоили саженцы, вот Сергей и его же, Татьяна, 500. Вы считаете, что это по миру, кто-то может только. Почему? А это не саженцы. Открываю секрет. Это штучное изделие. Идём дальше. От моего друга, который мне запросто пишет. Будет время, я думаю. Это будет интересно многим. Открой секрет и, возможно, варианты. Как, например, допустим, привил сладкий сорт. Дождался плодоношение. А сахару малый, куст посвящен. Как быть, как лучше. Ну, давайте, долго не буду говорить. 226 вебинаров посвящены этому. Итак. Прививаем сладкий сорт. Практически всегда остается сладким. До того и прививаем. Есть межвидовые прививки. Я прививал на черноплодную. Я же много чего знаю. Я привил на черноплодную рябину. Груши, привезённые с Арменией. Сващей не бывает. Дождался урожая. Плевался, плевался. Но я их вырубить не успел. Прививки груш на черноплодку. Они сами умерли. Вот. Поняли, да? Значит, тут получается так. Есть и сорта родственники. Ну, допустим, два сладких. Берёте сок. Допустим, два сладких сорта яблок. Сок смешали. Ну, сладкий. Два сладких сорта винограда. Как они другой используют? А вот когда один несъедобный, но морозостойкий, а другой, это, не морозостойкий, но съедобный. Вот тут всё гораздо хуже. К сожалению, это и есть та самая методина георизация, когда нужно вырастить по железному, подчёркиваю, да, и по Мичурину, потому что насыщение ментора и наслаждение ментора – это не то, что одно и то же. Это как первый шаг, а потом второй и третий. И получается тогда, что небольшой отбор, помните, как я это называл? Селекционное клонирование, да? За что тоже получил по морде. И тогда получается, что и морозостойко сохранили предельное потомство, и вкусы не испортили. И так как у меня не раз, у меня такое, как бы это сказать-то, у меня появилось такое подозрение, за что я тоже получил, вот, это, мне, Александр Алексеевич, ребрик, я, надеюсь, не перевал, не молится, начало забывать от возраста. Вот, вы недавно мне прислали, нет, позвонили и сказали, «Костина, ты живой?» Дело в том, что мы дружим с того времени, когда я проводил семинары в Москве, так, с тех пор, он же меня печатал, как главный редактор красивейшего журнала, «Вестник садовод», он меня печатал. Вот, и тогда я заработал слово, что железо внесет дичь, когда я написал, и я их просто подразнил. Я не был тогда, как миллион лет назад, но я написал, что к нам культурные растения, я буду не груши, а абрикосы, сливы, персики попали готовые на землю, да? Вот, это была моя, как сказать-то, я специально, я подразнил науку. Ну, отзовитесь, ну, хотя бы хоть что-то скажите, ну, хотя бы, поругайте, ну, хотя бы, это, оскорбите. Я дождался, железо внесет дичь, помните? Вот. А на самом-то деле, получается, вот такие, ой, я, господи, я сейчас никогда не закончил. Вот. А, я на прошлом вебинаре успел сказать, сейчас я пропускаю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...